При всем обилии в городе частных средств передвижения, общественный транспорт все же остается востребованным и незначимым для многих жителей Наринмара. Поэтому сегодня в рамках рубрики «Человек труда» мы познакомим вас с водителем автобуса, который уже не один десяток лет работает в Наринмарском ЭТП, и это работа ему по душе. Водитель автобуса Александр Федорущенко, уроженец Украины, уже не один десяток лет работает в Наринмаре. И прежде чем окончательно выбрать для себя профессию на всю жизнь, попробовал себя и в других ипостасях. Свой трудовой путь я начинал слесарем, потом сторожем, потом на грузовых машинах работал, потом отучился на автобусе, начинал с ПАС-672. А это старые ПАЗики, старого образца еще. Потом с ПАЗика перешел на Марс, у нас были Марзы. А после Марза я уже сел на этот МАЗ. И вот уже одиннадцать лет на этом МАЗе работаю. При всем обилии в нашем городе частных средств передвижения, общественный транспорт все же остается востребованным и значимым для многих жителей Наринмара. И пусть дорог в Красном городе не так уж много, а расстояния между пригородными поселками невелики, тем не менее водители автобусов все время загружены работой, и их труд никак не назовешь легким. Ну, в общем-то, трудная работа. Маршрут, движение, пассажиры. Всего переживаешь не за себя, а за пассажиров. Так-то тяжелая работа. Тем более сейчас, как в последнее время сделали такие графики, не знаю, кто его делал. Рейс на 411, рейс на 413, рейс на четверку. Голова кругом идет. За один день несколько маршрутов только успеваешь тут таблички менять. Безусловно, что за баранкой автобуса должны работать люди с большой выдержкой и психологической устойчивостью. Дорога, как известно, не прощает грубых ошибок, а профессия водителя относится к разряду повышенной опасности. И доля риска здесь особенно велика. А еще и человеческий фактор приносит им порой немало потраченных нервов и стрессов. Ну да, разные же пассажиры бывают. Например? Ну, бывает пьяные попадутся, бывает кто-то нервный попадется. Бывают спокойные. Можно объяснить. А некоторые не понимают. Сразу заходят, на кондуктора нападают. Почему автобуса не было? Мы откуда знаем? Мы же идем по своему времени. Как-то раз был случай, что на остановке мальчик выскочил спереди автобуса. Ну что, пока посигналил, сбоку машина летела. Чуть не сбило ее. На нефтебазе такой случай был. Как бы летом было, а было бы зимой, все, он бы не успел бы остановиться. Но более пешеходов, по мнению Александра Ивановича, водители автобусов страдают от других автолюбителей, которые не задумываются о том, что ездить следует по правилам. Бывает, с остановок не уступают. Бывает, по главной дороге идешь, тоже не пропускают. В основном там мебелисты. Бывают там пробки, когда на кольце стоишь. Если вежливо все, фарами посигналят, все пропустят. А некоторые колоннами идут, мы же по часам работаем. Получить водительские права, как известно, можно в автошколе. Кто-то оканчивает среднюю школу уже с правами, если есть предмет автодела. Во времена Советского Союза кто-то получал права по линии ДСААФ. Теперь в водительской профессии обучают в профтехучилищах и техникумах. Но чтобы стать водителем автобуса, еще необходим определенный стаж на определенном транспорте. Сначала на грузовой отучаются. Сейчас я точно не помню, но кто-то говорил, надо стажа три года, чтобы на грузовой отработать. По мнению Александра, водитель автобуса должен быть специалистом не только в практике вождения, но и знать своего железного коня, что называется на пять. Потому как в условиях Крайнего Севера при низких температурах может случиться всякое. Бывает, где-то сломался на линии, там может работы на пять минут, где-то что-то подкрутил или подсоединил, все, поехал дальше. А другой может часами стоять, ждать, пока приеду, что-то сделаю. Бывает так, что на ином месте человек поработает, поработает, да и сменит профессию. Ну, не по душе она ему. Александр Иванович за баранкой практически уже более 30 лет. Можно сказать, он ветеран водительского дела, опытный шофер и зрелый человек. И что примечательно, он ни разу в жизни не пожалел об избранном пути, связанном с техникой, с людьми, с дорогой, которая приносит не только заработок, но и ту частицу романтики, что делает жизнь интересней. Во-первых, всегда движение. Видишь людей, видишь народ, видишь все, что творится. И напоследок водитель автобуса Александр Федорущенко, конечно, выразил свои пожелания к главным людям на его работе – пассажирам, ради кого он каждый день выезжает на трассу. Чтобы были вежливые, культурные, не мусорили в автобусах. Также водителям, также пешеходам, что автобусы ходят по времени. Андрей Чуклин, Александр Дуркин, Телеканал Север.